Прививка от коронавируса стала доступна подросткам. В Пензенскую область поступила первая партия детской вакцины от COVID-19. Она предназначена для жителей региона в возрасте от 12 до 17 лет. Процедура исключительно добровольная. До 15 лет её можно пройти с письменного согласия родителей. По данным исследований, препарат даёт надёжную защиту от инфекции почти в 94% случаев. Вакцина переносится детьми хорошо. Тяжёлых аллергических реакций не наблюдалось. Не наблюдалось и тяжёлых системных реакций. Все побочные эффекты, которые были выявлены у детей, участвующих в клинических испытаниях, это головная боль, боль вместе инъекции, гриппоподобный синдром, который купировался в течение 2-3 дней, и небольшая суфибрильная температура, которая тоже уходила в течение 2-3 дней. Детская вакцина носит название «Спутник М», и как свой предшественник для взрослых, состоит из двух компонентов. То есть после первого укола через 21 день нужно сделать второй. Процедура противопоказана тем, у кого есть гиперчувствительность к компонентам или тяжёлые аллергические реакции в анамнезе. Ампула однодозовая, что позволяет выдержать все рекомендации по использованию препарата. Температура хранения её минус 18 градусов. Поэтому наши привычные пункты, они все оборудованы морозильным оборудованием, и соблюдается холодовая цепь. То есть по инструкции по вакцине «ГАМ-КОВИД-ВАК-М» она применяется в размороженном виде. И вот сейчас мы получили однодозу, то есть на одного ребёнка одна доза. И после размораживания вакцина должна быть использована сразу же. В наш регион пока поступило 720 доз. В ближайшее время их распределят по медучреждениям. В Пензе процедуру можно будет пройти в восьми прививочных кабинетах на базе городских поликлиник по вторникам, средам и четвергам. В районах области уколы станут делать в местных больницах. Начать вакцинировать подростков планируют уже 26 января. Медлить с иммунизацией нельзя, считают специалисты. За январь уже зарегистрировано 738 случаев ковида у детей. Это достаточно большая цифра. И, соответственно, конечно, заболеваемость будет нарастать, и количество заболевших будет увеличиваться. А за всё время пандемии коронавирус был обнаружен у почти 12 тысяч несовершеннолетних жителей региона. Чтобы создать достаточную иммунную прослойку среди детского населения, в Пензенской области планируют привить 20 тысяч подростков. В приоритете те, кто страдает хроническими заболеваниями.